Всем привет, с вами Палте. Добро пожаловать на канал и в этом видео мы поговорим на тему, как ускорить и улучшить работу сканера лица Face ID. Наверное, это видео делается в первую очередь для людей, которые только приобрели свое первое устройство и не знают о простом трюке, который позволит реально улучшить и ускорить работу сканера лица. Давайте об этом поговорим, буду рад, если поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал и обои из видео в телеграме, ссылка на которые в описании. Ребята, в начале видео небольшая интеграция на тему, что делать, если вы зависли на белом яблоке. Обычно это происходит после обновления на новую версию iOS, происходит это не часто, вероятность словить этот экран очень минимальна, но все же лучше знать, что с этим делать. Избавиться от белого Apple Logo позволит приложение под названием Rayboot. Здесь есть ремонт системы, подключайте устройство к компьютеру и нажимайте на кнопку начать. Видите, какое огромное количество ошибок может исправить Rayboot, нажимаем на кнопку исправить сейчас и выбираем стандартный ремонт, потому что он происходит без потери данных. Приложение распознает ваше устройство, загружает последнюю версию iOS и происходит ремонт, после чего iPhone снова готов к работе и никакого белого Apple Logo уже нет. Ссылка на Rayboot будет в описании, если поймали белый экран, обязательно скачайте. Итак, вернемся к работе датчика Face ID. Во-первых, ваш постоянный вопрос в комментариях, а именно он появился, когда я приобрел iPhone 13 Pro Max, на нем это прямо четливо просматривается. Вы можете заметить, что там сверху в челке что-то моргает. Так вот моргает именно датчик, который пытается считать мое внимание и пытается захватить лицо для разблокировки. Если у вас устройство с Face ID, то точно так же у вас датчик должен моргать. Но почему-то на iPhone 13 Pro Max это проявляется, ну вот буквально видно через камеру. Невооруженным взглядом, если смотреть, то ничего не видно, то есть как бы вы не можете заметить вот это моргание. Но тем не менее, когда вы разблокируете устройство или там оплачиваете через Apple Pay, датчик включается, начинает работать и происходит вот такое же моргание. Так что с этим вопросом разобрались. Это моргает датчик, который считывает внимание или ваше лицо. Соответственно, где хранятся все эти данные? Как заявляет Apple, и есть огромный повод этому верить, потому что у Apple не бывает больших утечек данных, все пароли, все отпечатки пальцев, все сканы лица хранятся на определенном чипе на самом устройстве. То есть не на серверах компании, а именно на устройстве. И это безопасно, потому что так ничего не утекает из устройства и вытащить эту информацию из чипа практически невозможно. Я даже не уверен, что сама Apple может вытащить с устройства эти данные. Получается и на вопрос, безопасно ли это, мы дали ответ. И третий вопрос, как ускорить работу Face ID? Потому что, скорее всего, именно новые пользователи пишут об этом в комментариях. Те люди, которые уже давно с устройствами iPhone, с Face ID на устройствах, они понимают, что ускорить работу датчика можно лишь добавив в него больше контента. Соответственно, если у вас новое устройство или же вы не знали об этой функции, заходите в настройки, Face ID и код пароль. Будет кнопка под названием настройка Face ID. Вы нажимаете на нее и iPhone вам рассказывает, как правильно настроить датчик. Там нужно показать лицо как бы со всех сторон, плавно провести, грубо говоря, по кругу лицом. И, соответственно, датчик считает лицо. И вся информация уйдет на процессор или на чип, который хранится в самом устройстве. То есть, это как бы первая настройка, которая познакомит вас и ваше устройство. То есть, устройство поймет, кто вы есть, ваши черты лица и так далее. Соответственно, когда вы проходите первую настройку, у вас чуть ниже появляется пункт под названием «Альтернативный внешний вид». Вообще, этот пункт служит для того, что если вы, например, носите очки, ну или просто там у вас борода иногда появляется, вы потом ее сбриваете, вы можете добавить вот этот ваш внешний вид в датчик. И, соответственно, iPhone будет понимать, что это также вы, и будет происходить разблокировка. Но если ваше лицо не меняется, там вы не носите очки, не отращиваете бороду, ничего с вами не происходит, то вы в «Альтернативный внешний вид» можете добавить еще один скан вашего лица. Таким образом, вы дадите больше контента, то есть больше данных для датчика, которые помогут датчику работать быстрее. Получается, когда вы это сделаете второй раз, там точно такая же настройка, нужно покрутить головой, iPhone это все считает и сохранить туда же на чип к первому скану, который вы делаете ранее. После этого у устройства будет в два раза больше информации для разблокировки, то есть он подметит больше различных нюансов вашего лица и таким образом будет срабатывать быстрее. Ребята из 9to5Mac это тестили, это действительно так и происходит. Если в устройство сохранить два скана, то датчик начинает работать быстрее. Получается, вот так просто можно прямо из настроек Face ID ускорить его же работу. Это очень крутая фича, я думаю, что новые пользователи возьмут ее на заметку, проделают это и действительно будут использовать Face ID еще быстрее. Если вы этого не делали, хотя знали об этом, тоже сделайте, потому что так реально Face ID начинает работать, ну если не в два раза, то в полтора раза быстрее. На этом все, ребят, буду очень рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, это классная поддержка, также пишите в комментариях, на какие темы вы бы еще хотели увидеть видео. Подписывайтесь на канал, с наступающим Новым годом, пока!